Когда человек забывает себя, начинает молиться, думать о Боге, всем желает счастья, забывает про себя, в этот момент время на него не действует. Оно не может разрушать его жизнь дальше, потому что цель человеческой жизни выполнена. Как почувствовать свою судьбу? Как вот ваше спокойное сердце реагирует на него? Если вы вспомнили, реагирует спокойное сердце. Не то, что я обижена на него, не обижена, а просто вспомнили отца. Ваше сердце чувствует что-то. Это его судьба. Она может быть напряженная, расслабленная, легкая, тяжелая, невыносимая и так далее. Вспомните свою мать. Почувствуйте ее судьбу. Она может быть спокойная, беспокойная, легкая, напряженная и так далее. Вспомните своего ребенка. На самом деле, можно узнать про судьбы всех в сердце. Но когда у кого-то трудность в судьбе, то его сердце само стучится в наше сердце и колышет его. То есть, то есть, то счастье, которое мы имеем, у нас мало счастья, потому что мы не верим в Бога. Когда человек верит в Бога, он постоянно наполняется, потому что вера или хвала Богу, она наполняет сердце счастьем постоянно, постоянно, постоянно. Но мы не можем это делать, потому что судьба нас хватает за жабры и говорит, думай о себе. Мы бежим на работу, мы суетимся, постоянно беспокоимся о чем-то. Это означает, что судьба нас захватила в свои лапы. И она говорит, думай о себе, беги в будущее. Не находись в настоящем. Не будь счастлив. Страдай. И мы бежим, в заботах живем, думаем, что это правильная жизнь. Человек должен даже, когда он в заботе, он должен в сердце своем думать, желать всем счастья, думать о Боге, наполняться постоянно. Говорит, это что значит, о себе надо все время думать? Наоборот, надо от себя отвлечься. Когда человек забыл про себя, то тогда счастье бежит за ним. Когда человек отдает всем счастье, счастье бежит за ним. И он не хочет как бы о нем думать, он отдает все время. Но как-то человек подумал о счастье, начинает думать о своем счастье, счастье от него убегает. Поэтому для блага человека, для блага самого себя надо забыть о своем счастье. Иначе оно тебя замучает, оно не будет тебе приходить. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что судьба заставляет человека жить в будущем. И заставляет человека жить в прошлом. Но когда человек настраивается на хвалу Богу, то есть он возвращает сначала назад себя в настоящее, принимает свою судьбу. Вернуться в настоящее означает все принять. Все принять. И потом дальше он начинает побеждать судьбу. И она отступает всегда. Некоторые астрологи говорят, судьбу не пересилишь, расслабься. Осеннее пальто можешь не покупать. Это бред. Судьба и предназначена для того, чтобы ее всегда пересиливать. Вот ты успокоился, ты ее уже пересилил. Все. Потому что она тебя беспокоит. Судьба эта тебя беспокоит. А когда приходит родственников, сильно тяжелая судьба в сердце отресет. Но у тебя, понимаете, у нас вот тут вот есть небольшое озерцо счастья. Вот когда, допустим, ребенок заболел, и озерца счастья хватает, беспокойства нет. Поднимите руку, у кого ребенок заболел, а вы не беспокоитесь. Значит, у вас счастья на них хватает. А у кого из вас ребенок заболел, и вы беспокоитесь. Значит, не хватает счастья. И когда не хватает счастья, человек начинает нервничать. Почему он нервничает? Потому что он не хочет создавать счастье. Душа не хочет создавать счастье, она хочет им только пользоваться. И поэтому она нервничает. Мне беспокоится, что такое? Мне беспокоится за ребенок. Да ничего такого. Просто возьми, начни создавать счастье. Настройся на Бога. начни думать о нем, забудь о ребенке, и у тебя сразу появится спокойствие в сердце. Через некоторое время ты успокоишься совсем, первая стадия победы над собой, потом дальше ты еще помолишься, и у тебя появится знание, как его лечить. Потому что на второй стадии появляется влияние на ситуацию. А в данном случае знание, как лечить. На второй стадии всего, это в вашем случае всего 40 минут молитвы. Вот в вашем. И все, через 40 минут вы уже знаете, что делать. Так все просто кажется, но на самом деле все сложно. Почему? Потому что во время судьба бьет по башке, человек ничего не соображает. Он начинает метаться, начинает жить в будущем, начинает бежать. И вот это бегство, оно означает неразумность, отсутствие знания. И человеку трудно себя привести в порядок, заставить молиться. Я тоже бегаю от судьбы. Когда понял, что я бегу, раз, останавливаюсь, начинаю молитву. Что с человеком происходит, когда он спешит, он забывает про природу. Он не может уже смотреть, как березы смотрятся в ручей, потому что он ушел в будущее. Он не видит доброты в это время. Он не помнит о Боге. То есть человек, когда спешит, что с ним происходит? Он теряет себя, понимаете? То есть спешать, я тоже сегодня бежал, я спешил. Но я желал всем счастья в это время. Допустим, человек может спешить по-разному. Можно спешить и слушать лекцию, допустим, в это время. Или работать и слушать духовную музыку. И в это время человек себя не теряет. Он наполняется, он становится счастливым и побеждает судьбу. Но когда человек живет в будущем, вот я стою на остановке и притягиваю автобус взглядом. Это безумие. И когда водитель едет, он видит, что его все притягивают взглядом. Он нервничает, он нервно работает. Потому что он быстрее ехать все равно не сможет, понимаете, чем он едет. А когда все заходят в автобус, ну вроде бы уже все, счастье пришло. Зашли в автобус, двери закрывались. Дальше. Когда же моя остановка? Они теперь начинают думать о том, когда приедут. Приехали, вроде бы уже классно, приехали, вышли. Когда доберусь до дома? Добрался до дома. Вроде бы все классно уже. Когда телесериал начинается? Телесериал начался, но уже совсем все классно уже. Когда же его убьют? Ну или когда уже он спасется, наконец. Это называется жизнь в будущем. И в этой жизни нет никакого счастья. Люди просто мучаются. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Вот ипотеку выключу, тогда буду счастливым. ее выплатил. Но я говорю, в лучшем случае, да? Вот детей на ноги подниму, тогда буду счастливым. Вот внуки, когда в школу раз и умер. Вся жизнь в будущем. Все, нет жизни. Жизнь просто протекла. Говорит, у меня что-то жизнь пролетела между пальцами. Протекла между пальцами, я что-то ее не заметил. Так потому что ты не жил. Ты жил в будущем все время. Итак, диагностика судьбы. Это более тонкая вещь. Вот допустим, если вы хотите вообще в судьбе разбираться очень круто, я могу вам все это рассказать. Ну, не знаю, насколько вы будете разбираться, потому что это опасное знание. Самое главное хочу вам доложить, что если вы будете неправильно его делать, то вы можете попасть в домик неизвестного архитектора. у которого двери закрываются с другой стороны на ключе. Вот везде во всех домиках с этой стороны, а там с другой закрываются. Ну, чтобы ты не вышел оттуда. Почему? Потому что, когда человек соприкасается с судьбой, у него возникает естественный страх к ней, мнительность. Но интересно знать, что если ты хочешь увидеть будущее, надо в пять раз сильнее видеть хорошее в нем, и тогда ты сможешь увидеть в нем настоящее. Вот ты хочешь настоящее будущее увидеть, в пять раз надо сильнее видеть хорошее, и в пять раз слабее плохое. Теперь берем предсказатели. Они говорят там, эээ, там катастрофа, там все погибнут. Все, значит, они никакие не предсказатели. Они ничего не видят настоящего, по-настоящему, потому что, чтобы видеть будущее по-настоящему, надо в пять раз сильнее видеть хорошее в будущем, и тогда ты сможешь трезво его увидеть. Меня одна женщина спросила, как увидеть трезво человека? Чтобы увидеть трезво человека, надо в человеке в пять раз больше видеть хорошее, и тогда ты увидишь в нем все трезво. А если ты будешь просто смотреть на него, ты в пять раз больше у него увидишь плохого, чем по-настоящему есть. В результате трезвость никакой не будет, потому что человек живет в страхе. Страх – это основная наша мотивация в этом мире, хоть мы знаем, хоть нет. И поэтому мы больше всего видим плохое, понимаете, и в судьбе, и в людях, и во всем. Поэтому мы не можем будущее на будущее нормально смотреть. Вот у Беларуси хорошее будущее? Ну все, молодцы. Если вы так пять раз сильнее еще скажете, что хорошее, то тогда вы увидите будущее Беларуси. Почувствуйте его этапы развития страны. Если вы увидите в пять раз сильнее хорошее, тогда вы увидите трезво, реально будущее Беларуси. А? Чего вы так боитесь? Давайте все так громко скажут, у нас хорошее будущее. Зачем громко говорить? Вот я, допустим, люблю кого-то. Мне надо сильно громко сказать, чтоб узнали, да? Дочка подходит к маме, говорит, мама, я вот этого мальчика люблю. Она говорит, ну нормально, хорошо. Хороший мальчик, люби. Потом приходит, говорит, мама, я вот этого мальчика теперь люблю. Ну хорошо, люби этого мальчика, нормально. Потом дочка приходит домой и молчит. Она говорит, доченька, что с тобой? Она говорит, я не могу тебе сказать, мама. И мама тогда, думает, влюбилась. Когда человек хочет победить судьбу, он не говорит громко. Самая громкая фраза, это самое тихое. Ничего не бойтесь, моя хорошая. Белоруссия и так хорошая судьба. Я громко сказал, нет? И тихо сказал. Итак, если вы хотите знать свою судьбу, вам не надо ее бояться. Учиться, по крайней мере. Очень важно это понимать. Очень важно. Вам надо сильно помолиться и успокоиться по поводу своей жизни, своей судьбы. И дальше в спокойном состоянии можете на нее посмотреть, будете все о ней знать. Знать надо обязательно, потому что это помогает жизни, это спасает. Я очень часто это делаю. То есть я сажусь, допустим, у меня поездка. Это всегда опасно. Самолеты. Вы говорите, Олег Геннадьевич, приезжайте. Я говорю, ладно. На самом деле это самолеты, там риски всякие для жизни и так далее. Вот в прошлом году у меня было 50 перелетов. Ну, не считая переездов на поезде. Вот я в самолете жил 250 часов. Ну, в общей сложности. Нормально? Для вас, да? Ну, я железный просто. Знаете, у меня железо соткал просто. Для вас, Олег Геннадьевич, а для меня нет. А для вас, да? Сострадательный вы, мой. И так я смотрю, потому что важно знать. И в прошлом году, когда я в феврале месяце планировал свою поездку в Израиль, я заметил, что я могу погибнуть во время поездки в Израиль. В моей судьбе очень неблагоприятный период. Я начал молиться, молился, 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 принял сначала. Сначала подумал, о, не поеду в Израиль. Потом думаю, ну, что же это за реакция такая? Ты лекции читаешь. Давай немножко потрудимся. Давай посмотрим на судьбу. Ты же хочешь ее изучать? Давай изучай. Хорошо. Я такой думаю, ну, ладно, я не знаю, поеду. Нет, буду молиться. Страшно же, погибнуть можно. Болтать-то можно все, что угодно. Реальность, она другая. Вот. Я начал молиться. Молился, молился, молился. Несколько дней молился. Не так много, кстати. И раз смотрю, отступает. Судьба плохая начала отступать. Мне спокойнее, спокойнее, спокойнее. И в какой-то момент раз я чувствую, что если еще несколько дней помолюсь, вообще ничего не будет. Я думаю, нет, я должен проверить. Я же хотел понять свою судьбу, как это работает. Совпадают ли мои мысли с настоящим? Я решил, еду в Израиль. Прилетел туда, всех предупредил ездить аккуратно. Опасный период там, туда-сё. Все ездили аккуратно. Ничего не произошло. Как будто вот я вообще, как бы, как бы, я думаю, может, я шизофреник. Может, там в интернете правильно, как бы, пишут. Я начал так думать, что я же должен знать правду. Вроде молился, опасность для жизни. Должно же было что-то произойти. Ничего не произошло. Я думаю, ну, не знаю, надо еще помолиться, понять, что такое вообще. Ну, и я полетел назад в Москву. Ну, и так все говорят там, может, я думаю, может, в этом полете что-то не так. И там смотрю, погода ясная, мне говорят, полет нормальный, расчетное время, прибываем, все как обычно. Я думаю, вообще странно как-то. Я такой вот в полном таком вот непонимании, что происходит. Сел в самолет, полетел, лечу. И вдруг неожиданно перед самым посадкой в Москве разыгрывается буря в Москве. И самолет целый час кружит над Москвой, не может сесть. Стюардессы – это самый лучший показатель, что происходит. Главное их не спрашивать, потому что они всегда будут улыбаться и говорят, что все хорошо. Надо просто на них смотреть. Я смотрю на стюардессу, они побледнели все, мои хорошие, такие побледнели, ходят такие и улыбаются. Мужественные люди, я наблюдаю за мной, мужественные люди. Побледнели и улыбаются, ходят. Ладно, думаю, отлично. И начал смотреть на судьбы всех людей в самолете. Смотрю, все сейчас должны погибнуть до одного. Смотрю, судьба погибнуть, одни спят в это время. Другие просто такие, чувствует же человек, что может погибнуть. И вот реакция, одни просто решили заснуть, отвлечься от этого. Какие-то мысли странные приходят в голову. Заснул один. Смотрю, второй такой в компьютере сидит там, фильм его смотрит, отвлекается. Третий молится человек, понял, что опасность есть, почувствовал. Разумный человек, молится сидит. И так далее. Смотрю, вот на всех это судьба, возможности погибнуть. Я такой сосредоточился, спасибо Господи, показал, все. И начал слушать тех, кто молится, наставника голос стучил, начал молитву. Смотрю, раз, сразу вспомнил ту молитву, которую, когда молился до того. И смотрю, это все сработало. То есть, буквально 10 минут молитвы, раз, все отступать пошло. И когда спокойствие сердца пришло, в эту же секунду объявляется, командир корабля решил все-таки садиться. Такая информация. Все, о, слава Богу, садится, наконец садится. Я думаю, решил все-таки садиться, это такая фраза. И очень успокаивающе. И он прямо буря, ветер прямо сшибает самолет. И мы садимся, и так, тык-тык-тык-тык-тык-тык, как консервная банка. И все-таки нормально сели, все захлопали, ура, цветы. Командиру корабля. Но когда мы сели, приехали, я подумал, в этом мире все абсолютно понятно. Бог вообще от нас ничего не скрывает вообще. Все понятно, все разумно, все предсказуемо. Просто люди, они не хотят судьбой иметь дело. Они ее боятся, понимаете? Они поэтому не хотят. То есть, настолько она сильно действует, что человек сначала, он как бы, Ааа, что со мной? Ну, то есть, надо просто понять, что делать. Я в звуке настроился. Если не могу, меня сшибает хорошо. Иди на природу, беги. Бери у матери земли помощь. Потом легче стало. Добрым людям иди совет. Не к астрологу, не к психологу. Добрым людям. Поговори с ними. Поговори со мною, мама. Добрым людям иди. Они вам дадут счастье, силу. О чем-нибудь поговори. Когда человек с добрым человеком говорит, то в это время Бог тебе дает через него ответ. Вот если вот ты с хорошим человеком просто говоришь, ты думаешь, да он не знает вообще эту тему. Что с ним разговаривать об этом? Ты с ним просто говори, и через него Бог даст тебе ответ. Вы думаете, я вам ответы даю? Просто я настроился с добротой по отношению к вам. Бог вам сам дает ответы в ваше сердце. Я тут вообще никак, никакой роли не играю. Господь всегда, если человек правильно настроился, Господь сам с ним все решает, все вопросы. От сердца к сердцу происходит этот контакт. У меня разок такой, женщина написала в интернет такой случай. Ну, смешная история. Женщина задает мне в уме вопрос, я отвечаю на нее тут же. Задает, я отвечаю, задает и отвечаю. Ну так раз пять она задала вопрос, напишет в интернет историю свою. И потом она поднимает руку, чтобы спросить меня. Я ей говорю, я всю лекцию отвечаю на ваш вопрос, что вы поднимаете руку? Но я этого не помню. Вот честно. Я вообще такого не помню, вот события. Как это произошло, я не знаю. Мы должны понять, что Бог рядом к нам, очень стоит рядом. Но именно добрые люди, понимаете, именно человек по-доброму, который настроен, он вам поможет, когда вам трудно. Не обязательно специалист, не обязательно что-то обидит. Просто добрый человек. И вы увидите, как это сработает. Вы подойдите к нему, поговорите, и он вам поможет. Вы придите просто в храм, где люди молятся, и вы узнаете сами, как вам надо, что надо. Люди просто не знают, как иметь дело с судьбой. Вот, допустим, вам плохо, вам не надо дома сидеть, не надо включать телевизор, там, Санта-Бильверду 567 серию. Не надо все это, понимаете, это все просто отвлечение. Вы отвлекаетесь от судьбы, и в нее затягиваетесь. Вы попадаете в ее ловушку. Если вы хотите побеждать судьбу, идите в храм, постойте на службе. И вы почувствуете, как вам легче становится. Почувствуете, на второй стадии приходит знание, что делать. Наступила грусть, что ж, пойду, пройдусь. Это нормально. По земле Невской. Нормально, отлично. Любишь землю Невскую, значит, будешь, получишь облегчение. Отлично. Идешь в храм, еще лучше. Ты получишь силы еще, к тому же, знания. Бог дает знания, что делать так же. В храме только ты должен выбрать не Санта-Бирьберду, а храм в этом случае. Я неправильно, наверное, говорю, да? Уже в столе запутываюсь в словах. Кабельное телевидение говорю вместо кабельного. Иногда, как бы, простите. Итак, каковы же знаки судьбы? Если вы хотите будущее узнать, вот настоящее я вам сказал, как узнавать. Успокоились сердце, подумали обо всем, что вас окружает. Самая сильная информация будет приходить сама. Самое сильное вы уже знаете. У вас беспокойство там, о чем в сердце, это уже Бог вас оповестил. Говорит, там, где беспокойство, это там и самая тяжелая судьба. Вас Бог уже оповестил. Вы подходите и говорите, у меня беспокойство о сыне. Можете не спрашивать, это действительно тяжелая судьба. Все. Есть одно исключение. Если вы очень сильно привязаны к чему-то, то вы можете ошибаться. Когда сильно от счастья от сына хотите, а сын не дает счастья. Ему просто надоело уже эти мучения. Его вытаскивает счастье из него мать просто, вытаскивает. Надоели эти мучения, он с ней не общается. Она думает, у нее тяжелая судьба. Нет, просто она неправильно живет. Неправильный образ жизни. Не надо хотеть от счастья от сына, надо ему желать счастья, наоборот. И тогда у вас успокоится сердце, тогда вы узнаете правду. Итак, сначала войдите в правильное состояние. Если вы в неправильном состоянии, то вы будете в мнительность впадать по отношению к своей судьбе. И тогда вы ее неправильно увидите. Успокоились, помолились. Будущее светлое, все судьба ваша светлая, хорошая. Верите в свою судьбу. Она светлая у вас судьба. Некоторые подходят, я замуж-то, выйду. У вас светлая судьба. Вы же женщина родились, значит, выйдите. Чем тогда женщина, человек, Богу женщину рожает? Зачем? Что только материалы используются, расходуются зря. Значит, есть смысл в этом, значит. Дети нужны, значит, Богу дети нужны. Он как бы женщину создает, чтобы были дети потом. Все запланировано. Но у женщины есть судьба, то есть она не дает детей сначала. Почему? Потому что надо сдавать экзамены, жить. Не просто все так. Мы же, смысл этой жизни не нарожать детей и помереть спокойно. А смысл жизни развиваться. Поэтому Бог ставит препятствия. Некоторые говорят, а некоторые вообще всю жизнь без детей проживают. Но это же их проблема. Я же говорил, можно взять на воспитание. Кто вам мешает? Да? Или вы говорите, а некоторые не могут выйти замуж всю жизнь. Тогда другие планы. У Бога могут быть разные планы. Допустим, если женщина не может выйти замуж, значит, она в прошлой жизни была очень возвышенным человеком. Жила в монастыре и хотела продолжать Богу служить, а не жить семейной жизнью. И Бог ей дает это знание. Он говорит, тебе лучше в монастыре жить. Чего ты лезешь в замужество? Ты же хочешь мне служить? Вот иди в монастырь. Одна женщина, одна ко мне девушка подошла. Олег Геннадьевич, я выйду замуж или нет? Смотрит на меня. Я говорю, вы знаете сами, выйдете вы или нет. Она говорит, ну я хочу, чтобы вы сказали. Смотрит на меня. Я говорю, вам лучше жить в монастыре. Она такая, правильно, Олег Геннадьевич. Она даже глазом не моргнула такая, счастливая такая. Сильная личность. Один раз в том месте, когда ко мне одна девушка подошла, говорит, ну расскажите мне. У меня никогда не было мужа, детей. Я хочу служить Богу, всю жизнь отдать Ему. Я выйду замуж. Я говорю, вам не надо думать о том, что вы должны жить так аскетично, без мужа, там одна. Я говорю, вы где спите? Она говорит, я сплю у порога своего наставника. Я говорю, а зимой? Она говорит, тоже. Ну там в Индии зима не такая, конечно. Но там холодно зимой. Я говорю, ну это же тяжело так жить. Она говорит, ну мне нравится. Она говорит, мне по судьбе положено замуж выйти или нет? Я говорю, а что вы меня спрашиваете? Она говорит, ну чтобы знать, когда будут препятствия для моего служения наставнику. Жизнь у меня есть эти препятствия или нет? Я посмотрел на нее, говорю, у вас в жизни нет никаких препятствий. Она говорит, я так и думал. Пошла. Мои хорошие, я таких людей видел, таких женщин, только три в своей жизни. Только три. А видел я женщин в своей жизни очень и очень много. Поэтому не думайте, что у вас такая судьба. Но если Бог дает такую судьбу, люди радуются этому. А если вы не рады, значит тогда это просто препятствие, которое надо преодолеть и все. И вы не можете ее преодолеть, потому что лень души мешает. У женщины правая рука отвечает за неблагоприятные знаки, а у мужчины левая. Есть энергия, которая течет по руке. Энергия может быть тепло, холод, легкость, тяжесть, ломота, напряжение, расслабление. Если человек уже успокоен и сидит в сердце, он как бы радуется своей судьбе, верит, что все у него будет хорошо, то в этот момент он готов продиагностировать свое будущее. В это время надо вспомнить любое событие, которое происходит в жизни. Любое. И не надо думать о руках в это время. Надо просто думать о событии. И когда вы сосредоточиваете на событии, в какой-то момент вдруг руки сами о себе начнут говорить. И вы просто посмотрите, что за энергия идет по какой руке. Потом, когда вы уже сосредоточились на событии, не думайте о руках, просто думайте о событии. И потом переводите внимание на руки. Если у мужчины по правой руке идет легкая такая энергия, легкость такая, значит все будет хорошо. И не будет никакого напряжения. Если жар по правой руке идет, значит будут какие-то эмоциональные вещи происходить с ним. Если неприятный жар, значит неприятные эмоции. Приятные, значит приятные эмоции. Если холод по руке идет, такой холод, это значит, что судьба хорошая, но события от него не зависят. Ну то есть они будут сами происходить. Холод приятный такой, прохлада, прохлада по руке. Если руку ломит правую мужчина, правую руку ломит, значит события будут тяжелые. Но они будут преодолимые своими силами. Не надо бояться. Если ломота очень сильная, это значит сильно тяжелые события, но преодолимые своими силами. Если руку сводит, это значит огромной силой события. Но они ничего плохого тебе не сделают, не сломают тебя. Просто закалят. Если ломота в кончиках пальцев, это значит, что события тяжелые, но они тебя только просто заденут. Если средние фаланги пальцев, значит события тяжелые, и они войдут в твою жизнь, но не сильно затронут. А если пальцы все ломят до основания, значит события извне какие-то, и они сильно тебя тронут. А если до запястья дошли, значит очень сильные события. А если до локтя еще сильнее. А если всю руку пробило, значит огромной силой событий. Непреодолимой силой. А если наоборот идет ломота из руки наружу, это значит, что из тебя что-то и зайдет не то. Не снаружи будут тебя мучить, а ты сам будешь ошибки совершать. Это безумие писать такую книгу. Все психушки заполнятся сразу. Если то же самое происходит у мужчины по левой руке, это означает непреодолимая сила. Допустим, тепло по левой руке. Непреодолимая, это значит, что любовь негаданно нагрянет, ее совсем не ждешь. Каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. То есть независимо от меня, по левой руке у мужчины тепло, значит что-то будет хорошее, независимо от меня, сильнее меня. Огромная такая легкость по левой руке, значит очень благоприятное событие придет, само по себе, независимо от меня. Если тяжесть в руке появляется, это значит какие-то трудности какие-то. А если напряжение, ломота в руке, значит очень тяжелые трудности. А если сводит руку, значит беда какая-то придет. У меня в жизни такое было событие, что мне так сводило руку, что мне приходилось ее прижимать к груди вот так и держать вот так. И вся рука полностью до локтя была онемевшая и ломила сильно, когда я вспоминал это событие. Да, огромная сила непреодолимое событие, и оно унесло в жизнь близкого человека. У женщины все наоборот. Если по левой все хорошие знаки идут, по левой все идет, значит хорошие знаки, преодолимые своим силам. А по правой руке, если у женщины идут, значит непреодолимые. И нужна молитва. Непреодолимые, это значит преодолимые, по помощи молитвы. И есть здесь даже детали. Вот допустим, если вы как бы, ну большой палец связан с личностью, со мной. Если ломота по большому пальцу, значит мое чувство собственно достоинства может пострадать. Указательный палец связан с волей, значит на мою волю будут влиять. Средний палец связан с трудом человека или с его жильем. Безымянный связан с его чувством собственно достоинства и с властью, с влиянием властей на него. Мизинец с отношениями связан. Даже такие детали можно предполагать уже, даже такие детали. Мои хорошие, вы можете это сделать, только если у вас очень спокойное сердце. У кого из вас сейчас очень спокойное сердце, поднимите руку. Хорошо. Вспомните какое-то событие. Не, просто которое будет. Вот что может быть. Вот допустим. Ну любого родственника берите. Кого вспоминаете? Папу. Папу. Все, вспоминаем вместе. Вы вспоминаете и я. Ну то есть ближайший год, да, вспоминаем? Ага. У вас по какой руке пошло? По левой. Немножко напряжение, да? А у меня по правой немножко напряжение. Вот истину вам говорю, что так было. Это значит, что у него все будет хорошо в этот год, но будут какие-то трудности. Все. Сверху вниз пошло вот так, значит, что они сильные события, но они не сильно повлияют на него, потому что ломота была не сильная такая. Она легко прошла вот так вот. Я даже могу определить, когда это будет. Это будет где-то через 7-8 месяцев. В августе будет. Ну вот, все. Ясно системы? Но если сердце неспокойное, значит, оно накрутит. Вот если вы беспокоитесь, у вас все время, у женщин все время пойдет по правой руке, если вы беспокоитесь. И пойдет то, что вам надо. Допустим, сильная ломота будет сильная. Ну как бы мужчина все, по левой руке пойдет. Может закрутить даже руку, как бы все. А потом вы можете сказать, Олег Геннадьевич меня сглазил. Я теперь вообще всегда, как только думаю о судьбе, у меня все время ломит, что-то не то происходит. Потому что вы неправильно настраиваетесь, вы боитесь свою судьбу, не верите в нее. Надо в нее верить, помолиться Богу, верить в свою судьбу. У человека впереди, у жизни только даль. Только счастье, только красота человеческая. Мы живем для того, чтобы очиститься полностью, уйти в духовный мир. Впереди у нас только чистота и красота. Мы об этом не знаем. В промежутках много всяких трудностей, которые нас развивают. Если человек правильно настроился на чистоту, на красоту, он верит в Бога, чтобы Бог дал ему светлый путь. И это правда для каждого человека. Тогда в этом случае он может почувствовать правильно свою судьбу. И так как я имею опыт это делать, поэтому я вам говорю, как это делать. Но если вы сомневаетесь, беспокоитесь, даже не пытайтесь диагностику проводить, помолитесь сначала, чтобы успокоиться. Успокойтесь, тогда можете, вот спокойно в сердце все, Бог вам все покажет. Может щека дергаться, глаз точно так же. Мне говорят, Олег Геннадьевич, а если у меня все время левый глаз дергается, значит там болезнь. Если у меня все время щека дергается, а если у меня все время ломота в правой руке, значит у вас болезнь в правой руке. Я говорю сейчас о том, что у вас ничего не дергается. Вы просто вспомнили событие, и после того, как вы вспомнили, что-то произошло. Вот это означает, Бог вам конкретно рассказывает о том, что у вас будет в будущем. А если вы глубже это будете изучать, вы точно будете знать даже время, когда это произойдет.